Арестантский уклад един. Так расшифровывается аббревиатура, знакомая сегодня едва ли не каждому. Лихие 90-е остались позади, а криминальный образ жизни среди подростков все еще романтизируется. К слову, психологи не берутся оценивать такое явление, но отмечают, что примыкать к этим группам попросту удобно в интеллектуальном плане. Здесь не нужны специальные навыки или умения. В Госдуме предложили внести закон о СМИ несколько дополнений. Запрещается в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения. Кроме того, этот закон позволит Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать криминальные сайты. Если мы будем пропагандировать под предпорогово немного другие вещи, то есть говорить, не будем об этом говорить, а пропаганду вести как раз-таки с позиции хороших конструктов, то бишь, не хорошо, не плохо, но есть иное, 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 как сказать, мнение, да, что или иное направление. Это знания, те же самые там увлечения какими-то культурными вещами, театр, там, кинематограф, не знаю, спорт тот же самый. Однако, казалось бы, урезонные инициативы нашлись и противники. Запрещать широко говорить о таких вещах они не видят смысла. Мы должны снимать фильмы, показывать, как там отвратительно, что нельзя туда идти правильно, а получается по нынешнему закону этот фильм, это пропаганда. То есть это мало того, что не помогает остановить эту культуру, оно запрещает любые действия по борьбе с ней фактически. Вообще, сама по себе запрет пропаганды, это совершенно глупая вещь. То есть мы тратим деньги, мы тратим ресурсы, мы тратим внимание на ерунду. То есть что необходимо сделать? Надо сделать так, чтобы не было предпосылок к тому, чтобы молодежь сюда уходила. Запрещать или создавать альтернативу движениям типа АУЕ в виде доступных занятий спортом, наукой или культурой. Так или иначе, окончательное решение остается за парламентариями. Баир Цидыпов, Инесса Дондукова, Евгений Павлов. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok